Масленичные гуляния прошли и в микрорайоне Бахчеванджи. Праздничную программу для жителей организовал театрально-концертный центр «Щелковский театр». Он прислал сюда своих артистов и творческие коллективы, которые не позволили гостям скучать. Сегодня у нас Масленица! Милости просим! Масленицу широкую открываем! Веселье начинаем! Мы рады всем гостям, как добрым вестям! Добро пожаловать на праздник! Всех привечаем! Душевно встречаем! Широкая пойма Сленница! Главными героями праздничных гуляний стали самые юные жители микрорайона Бахчеванджи. Они читали стихи, водили хоровод, играли в паровозик и другие подвижные игры. Да так задорно, что взрослые буквально не могли сдержать слез умиления. Что главное в праздник Масленицы? Солнышко, хорошее настроение и, конечно, блины! В микрорайоне Бахчеванджи на праздники сегодня раздают. Всем желайте, мы совершенно бесплатно! Блины – это древний атрибут Масленицы, который сохранился до наших дней. Раньше это угощение готовили, чтобы упоминать усопших. Затем оно стало символизировать солнце. Сейчас для большинства это просто вкусное традиционное угощение на Масленицу. Организаторы заготовили их столько, что всем пришедшим на праздник хватило с избытком. Чтобы тело и душа были молоды, были молоды, были молоды. Ты не бойся ни жары, ни холода. Закаляйся, как сталь. К чему это солист Духового оркестра ТКЦ «Щелковский театр» и депутат Совета депутатов Сергей Есин исполнил спортивный марш? Да потому что праздник Масленицы проходил на спортивной базе «Юность», и одна из его традиций – проводить масленичный футбольный турнир. В этот раз в нем приняли участие четыре местные команды воспитанников тренера Виктора Коржукова – «Юность», «Бахча», а также обладатели громких названий «Реал» и «Спартак». В первом матче «Юность» со счетом 6-0 разгромила «Бахчу», в которой самому младшему игроку всего пять лет. У нас сильный состав попался, а у них состав более младший, и, соответственно, игра получилась в одну калитку. Мы видели его, мы по приколу просто пришли поиграть. Мы для себя играем. Да, вот для себя. Но у нас самый старший тут игрок, ему 13 лет. С маской. У них там 16 лет. Надеемся, что наши звезды вольются в основную сборную в России, и тогда мы будем Бразилию обыгрывать, и наша сборная будет на передовых местах. Масленичные гуляния в микрорайоне Бахчаванджи продолжались несколько часов. Надо заметить, что за развлечениями жители не забыли и о главном – сходить проголосовать на выборах президента. Здравствуйте, как настроение у вас? Отличное. Что нравится? Нам все нравится. Все поет нравится, и детишки нравятся, как играют, и ведущие у них отлично. Блинчик съели? Обязательно. А голосовать ходили? Да, да, это все первые пошли. Еще один традиционный атрибут масленицы – соломенное чучело – в этом году в гуляниях участие не принимал. Но на праздничной атмосфере это никак не отразилось. Ирина Микеда, Щелковское телевидение.